Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Английский язык по плейлистам. И мы с вами дали шаг за шагом. Идем по нашему плейлисту, подряд, и переходим же к более сложным темам. Значит, мы с вами разбирали, что в некоторых случаях добавляется глаголу as. А именно, когда he, she и it. Мы говорили, вот формула, плюс глагол, плюс as. Но есть более сложные вещи или случаи. Вот, к примеру, я хочу сказать. Эта вещь интересует меня. Как это будет на английском языке? Эта вещь. This thing. Интересовать. Это глагол. Interest. То есть, interest – это существительный интерес. И interest – это глагол. И вот вопрос. Ставить as или не ставить? Если нет местоимения, видите, в чистом виде, то мы с вами смотрим на подлежащее, то есть на this thing, и думаем, какое местоимение это означает? I, может быть, we, может быть, they. Ведь она, вообще она, если одушевленная, это she, а неодушевленная он, она – это it. This thing означает it. А раз he, she, it, нужно добавить as. Поэтому получается, this thing interests меня, me. This thing interests me. Другой пример. Эти вещи интересуют меня. Эти вещи. These things интересуют interest. Добавлять as или нет. Опять смотрим на подлежащее, на these things. Значит, какое местоимение означает? It, he, they. Значит, эти вещи, они, неважно, одушевленные, недушевленные, они, это есть они, это they. Раз they, значит, as не нужно. Значит, оставляем. Получается, these things interest меня, me. Далее разберем одну еще полезную фразу из разговорного английского языка. Я согласен с тобой. Как это сказать? Я согласен. Я, I, согласен. Agree, agree, с тобой, с, with, тобой, you. Еще раз я услышал просьбу, значит, более четко произнести это слово. Итак, смотрите. Agree, agree, agree. I agree with you. И теперь вот такой пример как раз на наше правило. Мой друг согласен со мной. Мой друг. My friend согласен. А раз друг, значит, какое местоимение означает? Он, he, she, it. Для ms, потом получается my friend agrees. Со мной, with me. My friend agrees with me. Хорошо, скажем по-другому. Мои друзья согласны со мной. Мои друзья. My friends. Какое местоимение? Друзья, они, they. Значит, s не нужно. Согласно. Agree со мной. With me. My friends agree with me. Далее тоже очень полезная лексика. Этот урок кажется очень интересным. Этот урок. This lesson. Казаться. Это глагол sim. Но опять думаем, s нужно или не нужно. Смотрим на this lesson. Какое местоимение означает? Урок. Он. Он. Добавляем с. Но если не дошеленный, он, она, это it. Как здесь it. Нужно с. He, she, it. As. Поэтому this lesson seems очень интересно. Very interesting. This lesson seems very interesting. Эти уроки реально помогают мне. Эти уроки. Эти. These уроки. Lessons. Реально. Really. Really переводится как реально или действительно. И так и так можно. Дословно реально. Really помогают мне. Помогают. Help. Мне. Me. These lessons really help me. Эти люди понимают это. Эти. These. Люди. People. Вот. People. Понимают. Understand. Это. It. These people understand it. Этот человек знает это. Этот. This. Да. Правильно. На самом деле задумались. Как будет человек? Человек будет person. Person. Персона. Person. This person. This person знает. Знает. Человек. Какое место меня означает? Он. He. Или она. She. Значит, нужно давать s. He. Или she. Давляем s. Потом получается knows. Это it. This person knows it. He. He. It. Plus глагол. Plus s. This thing interests me. These things interest me. I agree with you. My friend agrees with me. My friends agree with me. This lesson seems very interesting. These lessons really help me. These people understand it. This person knows it. Мы с вами говорили, что если слово заканчивается на звонку и согласный или гласный, то как the. Или friends. Friends. Но есть и исключения. Видите? This. Это просто нужно запомнить. This. Как с. This. Поэтому рекомендация. Просто внимательно слушать. И далее. Когда будете многократно слушать, прорабатывать плейлист. Уже будет все на уровне автоматизма. Должно быть. Далее. Давайте вспомним некоторые слова. Или пройдем. Как будет мужчина? Man. А как будет мужчина? Мы говорили, чтобы образовать научное число, мы с вами добавляем s. В общем случае. Например, друг. Это friend. Друзья. Friends. Но есть исключения, как здесь. Значит, мужчина это man, а мужчины men. В чем разница? Звук э. Широко открывается рот. Значит, подбородок резко вниз. Э. Э. Man. Man. А здесь просто краткое э. Men. То есть, man. Men. Просто имейте в виду. Далее. Женщина. Woman. Женщины. Women. Women. Ребенок. Child. Child. Дети. Children. Children. Отлично. Теперь работаем с этими словами. Этот мужчина работает здесь. Этот мужчина. This man. Э. Э. Видите, широко открывается рот. Э. This man. Работает. Какое местоимение? Мужчина. Он. He. Значит, давляется s. Получается, works здесь, here. This man works here. Эта женщина живет в этом доме. Эта женщина. This woman. Живет. Она. She. Значит, добавляем s. lives в этом, in this, доме, house. This woman lives in this house. Эти мужчины работают там. Эти мужчины. Эти женщины также думают так. Эти женщины. These women. Также. Also. Думают так. Думают think. Так. So. Эти дети понимают это. Эти дети. These children. Понимают это. Также еще следует сказать, что есть более неформальное слово Ребенок Это слово kid И дети Kids Тоже часто встречается Kid, ребенок и kids, дети Но по умолчанию используем child и children Как здесь These children understand it Дети любят это Дети Children Любят Love Это Children love it Этот ребенок Обычно играет там Этот ребенок This child Обычно Usually Играет Ребенок он или она Поэтому отравляем As Plays Там There Этому ребенку Нравится эта игра Этому ребенку This child Нравится Добавляем As Likes Likes Это игра This game This child Likes This game Men 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 This man Works here These men Work there Woman Women This woman Lives in this house These women Also think so Child 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 Children Kid Kids These children Understand it Children Love it This child Usually Plays there This child Likes This game Эта вещь Кажется Очень важной Эта вещь This thing Кажется Кажется Это сим Вещь Она Мы помним, что Он Она Недушевлен Это It Поэтому получается This thing Seems Очень важной Very Important Эти вещи Кажется Очень важными Эти вещи These things Кажется Сим Очень важными Very Important These things Сим Вери Important Мой отец Часто Говорит Это Значит Отец Или Папа Это слово Father Мой отец My Father Часто Often Говорит Это Значит Говорить На каком-то Языке Это Speak А Что-то Сказать Просто Это слово Say Say Значит Father He Поэтому Давайте As Says Это It Обратите внимание Что в этом контексте Именно Say Says Просто Сказать Что-то Says It Моей маме Нравится Эта идея Моя маме Моя мама Нравится Лайкс Эта идея Моя сестра Моя сестра Ходит в школу My sister goes to school. Мой брат ходит в университет. Мой брат. My brother ходит, goes в университет. To university. Это все выражения из предыдущих уроков. Здесь, видите, просто они накладываются на новые правила. Вот в этом действительно и смысл данного плейлиста, когда все взаимосвязано. My brother goes to university. Мои родители всегда поддерживают меня. Мои родители. My parents всегда, always поддерживают. Support. Обратите внимание на правильное произношение. Очень многие почему-то скажут это слово именно на второй слог. Support. 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 Меня. Me. My parents always support me. Мой лучший друг всегда поддерживает меня. Мой. Май. Лучший друг. Best friend. Всегда. Always. Поддерживает. Ну, друг-то один, поэтому удаляется s. То есть, если he или she, значит, друг, то he, если имеется в виду, то удаляем s. My best friend always поддерживает, supports меня, me. My best friend always supports me. У моего друга есть девушка. У моего друга есть. My friend has девушка. Незавним поставить артикль, если единственное число. a girlfriend. My friend has a girlfriend. Ее парень учится и работает. Ее парень. Her boyfriend учится. Учится study. Добавляется s. Но мы с вами говорили, если перед y согласная, то у меня есть на i. И добавляется es. Получается studies и работает and works. Her boyfriend studies and works. This thing seems very important. These things seem very important. My father often says it. My mother likes this idea. My sister goes to school. My brother goes to university. My parents always support me. My best friend always supports me. My friend has a girlfriend. Her boyfriend studies and works. This вопрос кажется очень интересным. Кажется... 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 Кажется сим. Вопрос, какое место имение означает он. Значит, it не дошелён. Значит, seems... Очень интересным. Very interesting. This question seems very interesting. Эти вопросы... Кажется... Кажется... These questions seem very interesting. Мой друг живёт в Америке. Мой друг... Мой друг... My friend живёт... Значит, он означает, поэтому... Lives в Америке. In... America. My friend lives in America. Твои родители понимают это очень хорошо. Твои родители, твои или ваши это your, родители, parents, понимают это, understand it, очень хорошо. Very well. Your parents understand it very well. Наш учитель знает это. Наш будет our. Учитель, teacher, знает. Учитель или учительница это teacher. He, she, let us. Потом получается knows это it. Our teacher knows it. Их жизнь кажется такой интересной. Их жизнь, their life, кажется, их жизнь она, не зашевел, означает it, поэтому мы называем as, seems, такой интересной, so interesting. Their life seems so interesting. Его девушка, his girlfriend, учится, studies там. Ее парень, her boyfriend, учится, studies в другом месте. В, 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 вспоминаю слово другой. Это слово another, месте, place. Your boyfriend studies in another place. Мой начальник часто говорит это. Мой начальник. Мой босс часто often говорит это. Значит, говорить, сказать, это say. Поэтому получается often says it. Значит, босс, это начальник. Когда словно босс, мы по умолчанию используем начальник. Перевод. Теперь другое предложение. Мой начальник часто говорит мне эти вещи. Мой начальник. Мой босс часто, often, говорит мне. Если говорить кому-то, то это tell. Получается, tells me эти вещи. These things. Мой босс often tells me these things. Мой друг часто говорит мне об этой проблеме. Мой друг, my friend, часто, often, говорит мне. Если мы указываем кому, то это tell. Получается, tells me об этой проблеме. О или об это слово, это слово about, этой проблеме. This problem. My friend often tells me about this problem. This question seems very interesting. These questions seem very interesting. My friend lives in America. Your parents understand it very well. Our teacher knows it. Their life seems so interesting. His girlfriend studies there. Her boyfriend studies in another place. My boss often says it. My boss often tells me these things. My friend often tells me about this problem. Отлично. Твой друг говорит очень интересные вещи. Твой друг. Your friend говорит, says, очень интересные вещи. Наши друзья часто ходят туда. Наши друзья часто, often, ходят туда. Что по умолчанию, идти, ехать, это go. Используем go. Often, go, туда, there. Our friends often go there. Наш начальник знает все эти вещи. Наш начальник. Наш босс, дословно, our boss, знает, knows все эти вещи. Все, all, эти вещи, these things. Our boss knows all these things. Скажем по-другому. У нашего начальника есть эта информация. То есть, дословно, наш начальник имеет our boss. Помним, что he, she, it, это has. Has, has, эта информация, this information. Эта информация. Information означает it, единственное число, поэтому this. Our boss has this information. Этот результат кажется очень хорошим. Этот результат, this, result, кажется, seems, очень хорошим. Very good. Very good. Его результат кажется плохим. Его результат, his result, опять же, result означает it, поэтому кажется, seems, плохим, bad. Seems bad. Эти результаты кажутся очень хорошими. Эти результаты, this result, кажется, они, поэтому s не нужны, seem, очень хорошими. Seem very good. И давайте, значит, скажем несколько о себе, значит, строчек. Я думаю, что. Такая фраза, я думаю, что. Вспоминаем. I think that. Мои результаты кажутся очень хорошими. Значит, мои результаты. My results. Кажутся, seem, очень хорошими. Very good. И я чувствую себя таким счастливым. И я чувствую себя. And I feel таким счастливым. So happy. And I feel so happy. Дайте еще одно длинное предложение. Значит, мой друг часто говорит что? Мой друг. My friend часто говорит often. Says что? That. Я говорю по-английски лучше. Я говорю по-английски. I speak English better. My friend often says that I speak English better. Я обычно говорю что? Значит, я обычно. Как это сказать? Вспоминаем наречие. Значит, я обычно. I usually. Говорю. Say что? That. Это происходит, потому что? Это происходит. Происходить, случаться. Это глагол happen. It happens, потому что? Because. Я тренируюсь. Очень интенсивно. Very. Intensively. Very intensively. И у меня также есть мотивация. И. And. Значит, у меня есть. Это фраза. Поним. I have. А у меня также есть. I also have. Мотивация. Motivation. То есть, получается. I usually say that it happens because I train very intensively and I also have motivation. Your friend says very interesting things. Our friends often go there. Our boss knows all these things. Our boss has this information. This result seems very good. His result seems bad. These results seem very good. I think that my results seem very good and I feel so happy. My friend often says that I speak English better. I usually say that it happens because I train very intensively and I also have motivation. Отлично. Просто отлично. Видите, такие уже сложные предложения. Друзья, мы еще раз повторите лексику. Сейчас, например, happen и другие слова и выражения, и грамматические конструкции. Мы с вами переходим к практике в рамках нашего повеста. Thank you very much, my friends.